доска объявлений диджей классы fields обновилась на момент записи урока 11 февраля 2019 года не так давно вышла версия 376 вообще чтобы понимать и вообще следить за обновлениями да вы можете на сайте очень легко это нужно делать если вы хотите быть в курсе всего если вы используете доску объявлений диджей классы fields как смотреть объявление для тех кто не знает на сайте разработчика диджей extensions точка ком переходите в блок здесь будут все новости всех расширений обновлений так далее вот недавно вышло обновление совсем 28 января 376 версия на самом деле обновление там немного ничего для себя такого интересного я не нашел но есть важный момент для меня это самое важное это исправление ошибок изменений так далее то есть вы можете и по идее вам это нужно делать смотреть читать чтобы быть как бы в курсе да то есть здесь можете сразу ознакомиться как я уже сказал обновление небольшие вот например одно из обновлений количество показов рекламы то есть ну вот это даже сами еще не проходили да здесь можете конечно прочитать что за реклама такая но я это все прочитал как бы для меня это особо незначительное обновлением интересно возможно для многих будет следующее обновление здесь виджет поддержки то есть смотрите здесь показано сразу в гиф анимации до что это опять же надо знать язык английский что писать разработчикам не это конечно будет скорее всего доступна только обладателем лицензионной версии диджей класса feels то есть прямо такая вот и сиконочка показано здесь из админки компонента можем писать их поддержку но если это вам никак не нужно этому как бы мешает мозоль глаза это конечно можно будет отключить здесь показано как это сделать сейчас попробуем обновиться и попробуем отключить потому что мне здесь как бы тоже вот это вот кнопка техподдержки нам здесь не требуется и по сути обновление в плагине платежной системы одной из платежных систем тоже мне особо не интересно здесь самое важное практически в каждом обновлении читайте в самом низу исправление потому что здесь посмотрите большое количество исправлений здесь возможно будет исправление то которое вы ждали которую вы у себя обнаружили то что у вас там что-то не работало здесь все написано и это конечно хорошо посмотреть как много исправлений я спешу скорее обновить данное расширение как ведь обновление здесь незначительно каких-то дополнений да давайте теперь посмотрим как обновить это из админки перехожу в админку с сайта как с обычно видим вот такое обновление у меня сейчас данный момент одно обновление видим что у меня версии 375 и 376 версия новая джей класса feels я буду обновляться то есть официально вот вы можете здесь сбоку видеть то есть я перешел на главную страницу джей класса feels здесь видно что версия у меня устарела и у меня лицензионная версия да видно что я прописал здесь код и кнопка обновить то есть я буду обновляться прямо из админки нажимаю на кнопку обновить нажимаю ok и буквально несколько секунд я жду и моя версия вот ваша версия 376 в это видите 376 то есть прямо отсюда когда вы имеете лицензионную версию вам дается уникальный код который действует как я понял только на один домен я не разбирался но мне как бы другой доме на как бы у меня нету поэтому я здесь активировал код и знаю что только он не действует на другой домен возможно можно будет договориться с разработчиком чтобы он разрешил на другой домен но в общем в любом случае этот код больше не действительным только для меня и так я обновился и самое интересное посмотреть а вот она видите сразу эта кнопочка появляется у меня здесь который мы только что сами видели то есть здесь сразу есть статьи где уже какие-то вопросы были разрешены и где можно задать какой-то вопрос лично мне эта кнопка не нужна и давайте посмотрим где она отключается переходим конечно же в настройки переходим в глобальные начиная с основных настроек до прокрутим до следующего блока специальной настройки сразу перед ним вот даже строка его вы видите здесь у меня вылазит константа да то есть не переведенная строка и стоит да это вот и есть отключение это суппорт ставим здесь нет если вам не нужно это сохранить закрыть и все здесь вы видите справа в углу здесь больше это кнопки нет вот в принципе все что хотел сказать именно в этом видео в плане обновлений в дальнейшем планируется наверное тоже обозревать обновление этого компонента если будет что-то стоящее интересное там выходить